13.06 в Кирове. Да, это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение впервые в нашей программе высказывает член общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов. Игорь, добрый день. Добрый день. Мы, я сейчас к нашим слушателям обращаюсь, мы, как и обещали, вводим новых спикеров, новых экспертов в нашу программу «Особое мнение», точно так же, как и в дневные развороты, и в программу «Урбан», и в «Разворот на бизнес». Игорь Владимирович был у нас уже в программе как раз «Разворот на бизнес». Сейчас, как член общественной палаты, как человек, который активно сейчас обсуждает в соцсетях важные социальные вопросы, которые касаются нашего региона, мы пригласили. Это старт. И поэтому у нас все равно красной нитью через эту программу будет проходить история знакомства с вами, для того, чтобы слушатели поняли вообще, с кем они дело имеют. А дальше уже будем разбираться, что называется. Начнем мы с КВНа и молодежной политики. Я процитирую ваш фейсбук. Вы написали не один пост после победы команды «Вятка», команды высшей линии КВН в чемпионате, собственно говоря, страны. Команда «Вятка» победила три восклицательных знака. Это большой успех и, конечно же, огромная ответственность. КВН – это не только шутки и смех, как, к сожалению, многие думают. КВН – это мощный инструмент молодежной политики, восклицательный знак, кавычки, закрывается. У меня. Пост большой. Написали вы это у себя в фейсбуке. У вас открытый фейсбук, можно на вас подписаться и смотреть, что вы пишете. Выглядит все, что вы там написали, как утверждение. В частности, еще раз последняя строчка, КВН – это мощный инструмент молодежной политики. Это утверждение. На чем оно основано? Ну, в первую очередь, я бы хотел остановиться вообще на самом понятии, что такое молодежная политика. Это, в первую очередь, это такой определенный комплекс мер, направленных на создание условий для эффективной самореализации, самосовершенствования, социализации молодежи. И поэтому молодежной политикой надо обязательно заниматься. И заниматься должно и правительство, и общество, и активно вовлекать туда саму молодежь. И, на мой взгляд, существует несколько, ну, много площадок, но одна из самых больших таких площадок – это, на мой взгляд, это КВН. В стране? В стране. И во многих регионах они созданы свои региональные, которые где-то интегрированы в эту сеть АМИАК, АМИК, извиняюсь. Александр Масляков и компания. Да, Александр Масляков и компания. И поэтому на этой площадке, во-первых, она, самое главное, она на позитиве. Ну, то есть, это очень хорошо. Во-вторых, там молодежь, она охватывает возраст, начиная там с вторых, третьих классов и до там 30 и старше лет. То есть, там люди играют, они общаются, они умеют креативно мыслить, учатся креативно мыслить, находить какое-то решение в сложных ситуациях. Поэтому, это, я думаю, что очень хорошая и серьезная альтернатива любым другим деструктивным каким-то вещам, которые подвержены наше общество. И я только за это. Это первая часть ответа на ваш вопрос. Вторая, что оно, естественно, вот это движение КВН, если оно будет развиваться в том плане, в котором оно намечено сейчас, и правительством, и самими ребятами, которые входят и являются яркими представителями вот этого КВНовского движения. Это мы уже про Кировскую область. Мы, да, мы это уже, да, про Кировскую область говорим. Тогда мы действительно сможем, это не будет ограничиваться только вот игрой КВН, хотя это тоже хорошо. У ребят на данный момент уже очень много разного рода проектов именно по коммуникации с молодежью, по выстраиванию с ними отношений, чтобы ребята были вовлечены во что-то позитивное и нормальное. Поэтому я думаю, что действительно вот эта победа, этот финал, это не окончание чего-то, что все, вот мы выиграли, на этом мы заканчиваем. Сейчас мы разберем эту историю. Это очень интересно на самом деле, потому что мало кто понимает, что произошло в этом году. Была почившая команда КВН, Вятка, да, когда-то это была Вятка-автомат. Их очень долго не было вообще, этих ребят нигде. И вдруг они появились, они тут были тоже в нашем эфире, и вдруг они стали, прошли отборочный тур в Сочи, и вдруг они стали играть. Что это было такое, я не очень понимаю. Откуда они взялись? Кто их пригрел? И самое главное, о чем пишут сейчас в интернете, и в том числе к нам на сайт пришли вопросы для вас специальные. Кто финансирует КВН, Тельмаш или все-таки областной бюджет? Что это вообще случилось? Ну, команда эта действительно, она известная. Она в определенные, там, 6 или 7 лет назад она играла в высшей лиге, но на тот момент они тогда не смогли пробиться через, кажется, полуфинал, и на этом все закончилось. Потом ребята, ну, каждый занимался там своим делом, разъехались, и вот в 17-м году они решили возобновить свое движение, объединиться заново и попытать свое счастье, и попытать взять вот этот Алим, чемпионский Алим по Лиге КВН российской. И, ну, мы все понимаем, что это все требует определенных затрат, даже не только затрат материальных, а еще поддержки. То есть без поддержки органов власти очень сложно, ну, как-то продвинуться и идти вперед. Поэтому первое движение, которое они сделали, они пришли на прием к первому заместителю, представителя правительства Александру Чурину, объяснили все свои задумки, все свои планы, и попросили оказать определенную помощь и поддержку, чтобы команда КВН попытала свое счастье сначала пройти отборочный в Сочи, а потом уже идти, если они там пройдут, идти дальше. Ну да, когда представляют команды, они всегда говорят, благодарим того-то, того-то, благодарим тех-то, тех-то, и обязательно говорят про, там, либо губернатора, либо про правительство, либо про бизнес-структуру, или все вместе у них так бывает? Нет, у них все, обычно все вместе, потому что, я говорю, это такой симбиоз вот тех вещей, которые сложились именно удачно и позволили нашей команде представлять наш регион на российском уровне. И когда они пришли, они объяснили, но одно из самых главных условий, на что бы я хотел обратить внимание, Александру Анатольевичу было тогда озвучено, что мы готовы поддержать, и мы поддержим команду, но только в том случае, что если это все не ограничится, только вот этой игрой на центральном телевидении, и на этом все закончится, ребята получили определенный пиар, получили определенную славу, и ушли дальше зарабатывать деньги на какие-то телеканалы, то это было категоричное условие, что так мы помогать не будем. Будем помогать только в том случае, если вы займетесь активно работой в среде молодежи, будете развивать коммуникации молодежи на среде различного рода проекты, будете активно здесь присутствовать. Когда была достигнута вот эта договоренность, потом уже, то есть правительство дало свое добро, был найден генеральный спонсор, это акционер на общество, завод Сельмаш, который выступил вот именно как стороны финансовой поддержки, и ребята пошли сначала в Сочи, они очень хорошо там выступили, показали, прошли отборочный, ну, а дальше я думаю, что все видели, вот все практически, кроме последнего выступления, все видели их выступление, ребята хорошо показывали себя, представляли хорошо нашу область, наш город, ну, вообще нашу молодежь. Надо сказать просто, поскольку я знакомлю сейчас слушатели с вами, Игорь, что Игорь Панкратов не просто так, не вдруг внезапно оказался с КВНщиками в КВНе в нашей области, потому что, собственно, из речи вашей абсолютно понятно, что вы работали во властных структурах, и это было, насколько я помню, в городе Самаре, правильно? Да, да. Слава богу, с Саратовом не спутала. В городе Самаре, где вы активно участвовали в поддержке вот этого направления развития КВН, именно как инструмента молодежной политики региона, и как инструмент молодежной политики самарского региона, там КВН имеет бюджетное финансирование, так? Да, да. Большое ли оно? На три года было в бюджете запланировано, и вот на данный момент, 19-й год, это вот заканчивается, 53 миллиона рублей. Зачем? Это там целая индустрия, то есть сделано огромное количество лиг, школковые, то есть есть определенная селекция такая, то есть начинают дети играть чуть ли не в садиках, в начальных классах, в деревнях, в сельских школах. После этого, когда ребенок переходит, допустим, учиться в город, он уже в институте играет, по производственным предприятиям, промышленная лига, лига правоохранительных, медицинских работников. То есть огромное количество. На тот момент, вот когда я там работал, то есть в самой игре активно принимали участие, играли около 5000 человек. А вообще в орбите, вот мы, ну это сложно, конечно, подсчитать, это друзья, болельщики, то, кто помогает. Семьи. Да, то есть семьи. Это более 50 тысяч человек. И эти ребята, они там очень активно, они участвуют в субботниках, они участвуют в различного рода мероприятиях. Первое сентября, ездят по детским домам. Они представляют и работают именно с молодежью, и это дает огромный-огромный эффект. И вот поэтому в Самарской области вот там мы и приняли такое решение о том, чтобы вот выделить денежные средства. Здесь, в Кирове, пока об этом речь не идет, мы стараемся найти, изыскать другие возможности, чтобы не, ну, тяжело с бюджетом. И поэтому я думаю, что мы сможем каким-то образом развить это направление здесь. Ответ на вопрос нашего слушателя, которого он оставил на нашем сайте. Напоминаю, что на сайте хакера.ру у вас есть всегда возможность задать вопрос нашим спикерам, которые приходят в особое мнение. Да, правительство поддерживает, да, видит в команде инструмент молодежной политики, финансируется бизнесом на данный момент. Прервемся на полминуты. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занько. Своё особое мнение впервые в нашей студии высказывает член общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов, представитель завода «Сельмаш». Правильно, всё. Поэтому, помощник генерального директора, поэтому вы можете говорить за «Сельмаш», можете говорить за свою позицию. А зачем им дали корочки советников губернатора? Вот этим КВНщикам с интересными никами, да, с псевдонимами, доктор, что там, смерть? Да нет, смерть не это. Кто там есть? Там разных, ну, мы не будем сейчас их думать. Неважно. Зачем им дали корочки советников губернатора? Это ещё один вопрос из соцсети. Давайте опять же, изначально, что такое советник? Это советник, это человек, который обладает определёнными познаниями, причём в какой-то либо сфере. И у губернатора по многим направлениям есть советники. Они на общественной основе, ещё раз хотел бы сказать, эти советники не получают никаких денег бюджетных. И это их мнение, для чего это сделано, это не только в Киевской области, это присутствует в каждом субъекте. Есть чиновничный аппарат, который по каждому направлению действия докладывает губернатору или мэру определённую обстановку. Бумажки складывают. Я работал в этой системе, я знаю, что иногда эта система просто подстраивается, как хочет видеть начальник. И они подкладывают именно такое мнение, чтобы главный начальник не разозлился. Объективное оно, необъективное уже никого не волнует. И поэтому берутся вот такие советники по каждому направлению деятельности, которые могут объективно дать оценку какой-либо сфере, по которой они взяты советниками. Их частная жизнь, их профессиональная жизнь не будет зависеть от того, разозлиться Игоря Владимировича Васильевна. Они никак к нему не привязаны. Они не привязаны, они не получают от него заработной платы. То есть они не идут по карьерной лестнице. Им интересно только то направление, за которое они отвечают, и по которым они советники. Вот поэтому эти ребята, они являются определёнными драйвами в молодёжной среде. Они имеют авторитет в молодёжной среде и знают, чем дышит молодёжь и как надо с этой молодёжью разговаривать. Поэтому именно на основе этого, я думаю, это одно из главных вещей, которое, поводов и оснований, послужило для того, чтобы их взяли советниками. Это первый момент. Второй, когда, опять же, ты, может быть, из чиновничьей сферы, когда у тебя есть определённый статус, ты можешь задавать вопросы. Ты можешь где-то потребовать даже, чтобы дали ответ. Потому что все знают, что у ребят есть прямой телефон губернатора. Если кто-то им на что-то не ответит в сфере их деятельности, то они могут набрать и об этом пожаловаться. То есть чиновники, поверьте мне, это очень чуют быстро. Опять же, знают так, как там работают. И, опять же, они, когда у них есть такой статус, они могут, то есть у них есть ответственность за то, что они делают. Они уже не могут просто так вот как прийти, пошутить и там уйти. То есть они понимают, какой на них грань ответственности. И самый последний момент. Мне кажется, что дать советников людям, которые вот по линии молодёжной политики занимаются вот этими направлениями, это определённый показатель, как относятся к этой сфере. Это, ну, что к этой сфере не относят внимательно, она важна и ей занимаются. Зачем им дали помещение? Целый дворец молодёжи? Ну, отдали помещение, тоже бы я так не сказал. В этом помещении им выделили определённую территорию, так называемый дом КВН. Да, руководителем этого дома молодёжи он был заменён, поставлен один из выходцев из КВН, Дмитрий Целищев. И в первую очередь, ну, все, наверное, были в дворце молодёжи. Он, конечно, очень... Авангард, да? Ну, да. Да, в Красноармейске, кажется, улице. То есть, очень, конечно, такое здание запущенное, которое надо приводить, во-первых, в порядок. Во-вторых, помимо приведения общего здания, надо, естественно, наполнять это здание определёнными смысловыми новыми, определёнными современными вещами. Чтобы это место было притяжением молодёжи, чтобы они шли туда общаться, и они между альтернативой, как какой-то там подвал, подвал кальянная или ещё что-то, улица, они выбирали именно это место. И вот я думаю, что вот эта задача губернатором поставлена первым замом, как куратором молодёжной политики. Я думаю, что она будет выполнять, да, Александр Анатольевич, и я думаю, что она, эта задача выполнится. Ну, я вам скажу своё впечатление о Дворце молодёжи, бывшей Авангард. Ты туда заходишь, буквально поднимаешься по лестнице, и у меня ощущение, что я вернулась лет на 30-40 назад, ну, вот просто от самого здания. И от атмосферы в этом здании, и всё такое старое, затклое, обшарпанное. Я очень с большим трудом себе представляю, как это помещение может стать драйвером молодёжной политики. Очень бы не хотелось, чтобы это место превращалось просто в офисный центр, который сдают помещение. Отчасти где-то, может быть, так и на данный момент есть, но вот надо его наполнить. Я понимаю, что денег бюджетных, опять же, всегда не хватает, но будут стараться их изыскивать, будут изыскать какие-то возможности. Я думаю, что всё равно в ближайшее время, в следующем году мы активно будем этим заниматься и помогать ребятам, и помогать этими вопросами. Да, тема очень хорошая. Мы с вами запланировали много вопросов, но придётся всё-таки по этой теме пройтись. Потому что, на самом деле, вся игра КВН, и в том числе финал, где победила команда «Вятка», вызвала в соцсетях прямо целый бум различного рода постов. И не все они восхищённые, как вы написали. Победили, это значит успех, и кто был, делали видео, снимали и говорили. Вот, например, Вячеслав Тихонов пишет. Это известный в нашем городе человек, который сам организует различные мероприятия. За ним аппарат дружбы народов, так напомню. Он пишет, просто совпало. На одной неделе Артемий Лебедев высказался про Киров. Какой-то он особенно депрессивный, и команда региона победила в некогда очень смешном телепроекте. В некогда очень смешном телепроекте КВН. Так кто же прав, Масляков или Лебедев? Отметим несколько сразу, наверное, точек. Я специально сделала акцент. Некогда смешная игра. Телепроект, а вовсе не инструмент молодёжной политики. Ну и что, собственно, смеяться, когда такая депрессия круглая, как Артемий Лебедев говорит? Ну, во-первых, каждый имеет своё право на свою точку зрения. Поэтому я, так сказать, я её принимаю и готов по этой теме, естественно, подискутировать. То, что этот проект популярный, ну, есть замеры, есть мнение молодёжи, ну, просто даже зал, да, который собирает эта игра и какое количество людей. У вас есть опыт Самарской области. Да, то есть он очень богат. Я и в Мордовии когда работал, я тоже, мы с ними очень плотно занимались. Я знаю там, как это было. Потом Самара. Теперь город Киров. И что-то мне подсказывает, что вы были инициатором всей этой истории. Теперь уже после Мордовии и Самары. Я был один из, потому что я внутренне считаю, что это очень мощный инструмент молодёжной политики. Именно сейчас, когда, вот как любой родитель, меня, наверное, поймёт каждый, что нам очень сложно иногда общаться с нашими детьми, которым 12, 14, 17 лет. И иногда они просто нас не понимают, потому что мы разговариваем иногда на разных языках, хотя о понятных вещах. И необходимо, чтобы был какой-то круг общений, друзей, которые могли бы многие вещи правильные, хорошие доносить именно в том языке, которому им понятно. И если этим заниматься, то это действительно будет так. И мы на это настроены, и мы именно не ради вот какой-то семиминутной славы мы этим всем занимаемся. Насчёт депрессивности региона, и надо ли смеяться в таком случае? Я бы, знаете, всё-таки разделил какие-то вещи. Да, есть определённые проблемы во многих вещах, там, и в городе, и в области. Они довольно-таки серьёзные. Согласна, что регион депрессивный? Город наш. Вот Артемий Лебедев был тут проездом. В 2009 году. Но это очень неизвестный человек, он практически всей Москве брендинг сделал. Там, да, начиная от метро и заканчивает. Есть, ну, немножко я соглашусь с тем, что да, действительно это присутствует. Но сейчас есть такие позывы, которые говорят о том, что регион меняется. И я бы разделил всё-таки, когда у нас власть, допустим, плохо чем-то занимается, и есть к ней претензии, надо действительно с этой власти требовать, чтобы они выполняли свой функционал. Но я не вижу взаимосвязи, что эта власть делает это плохо, допустим, там, дороги, или там, с мусором, или ещё что-то, что в этом виноват КВН. Ну, то есть, зачем их совмещать вообще? КВН это отдельно. То есть, вот этим направлением занимаются хорошо, где-то занимаются похуже. Надо этим и заниматься. А у нас это идёт, ну, какое-то сопоставление. Мне кажется, это не совсем правильно. И нам, помимо улиц и благоустройства города, всё равно надо наполнять наш город культурными, творческими, какими-то интересными, интеллектуальными смыслами. И в этом плане, я думаю, что это один из хороших прорывов, которые мы сделали. И это же, вот ещё, чтобы наш город не был депрессивный, у нас приближается 650-летие нашего города. Это огромный шанс, это великий шанс. Потому что у многих городов, где бы я, опять же, не работал, и Саранск, и Самары, и, ну, знаю, естественно, там, Казань, другие, именно когда были вот такие большие события, вот именно тогда город прорывался, когда он менял и благоустройство своё, и менял его полностью весь этот город. И нам в настоящий момент надо использовать вот этот шанс для того, чтобы заменить и сделать наш город недепрессивным, и чтобы, и потом можно опять Артемия Лебедева пригласить в наш город, и, ну, похвастаться тем, как он изменился. Вы в общественной палате тоже, Игорь, вошли в комиссию, которая занимается в том числе и молодёжной политикой. Вот честно говоря, в моём представлении такое направление молодёжка, которое, кажется, всегда воспринимается как неглавное, второстепенное. И вообще непонятно, кто занимается этой молодёжкой, кому она нужна. То ГТО через молодёжку внедряют, то ищут, то выгоняют на митинги через Министерство молодёжной политики, там, да, департамент, ну, вот как-то так воспринимают. Да, вот субботник надо через это самое, там, концерты по расписанию, какая-то такая история. И такое ощущение, что её никто толком-то не фольгурует, потому что не понимает цели этой самой молодёжной политики. Да? А вот на ваш взгляд, насколько серьёзно этим надо заниматься? И почему? Перестали ей заниматься, может быть, так активно. Мне кажется, вот в такой промежуток времени, это вот там конец 80-х, ну, может, даже начало 90-х, и вот был определённый период, когда действительно молодёжь была брошена. Если мы вспомним советское время, октября-то, комсомолы. Там всё было, всё понятно. Там было всё ясно, всё понятно, мы к чему идём, было весело. Но мы же не ощущаем сейчас, на данный момент, что нас куда-то там загоняли. Я не знаю, я вспоминаю это время только с тёплым чувством добра и хороших вот этих воспоминаний. И сейчас, на данный момент, этих институтов нет. Комсомолы, октября, надо чем-то заменять. Если, есть такая вот фраза, если мы не будем кормить свою армию, будем кормить чужую. И мне здесь кажется, она очень подходит. Если мы не будем заниматься молодёжью, делать какие-то приоритеты и помогать им, то молодёжью займутся кто-то другие. Как, например, в 90-х годах это произошло. Да. И это ещё одна история и линия, которую я хочу вывести в нашей программе. Особое мнение. Напоминаю, что Игорь Панкратов у нас впервые в этой программе. И моя задача, в том числе, вас, слушатели, познакомить с ним. Это история про как раз вот замену смыслов. Когда нет смыслов в окружающей среде, в стратегии развития государства, города, твоего района, твоей школы, твоего института, то всегда найдутся люди, которые увлекут молодёжь. Потому что молодёжь – это самая активная часть людей. Им постоянно нужно что-то делать, креативить, искать, пробовать. И если им тут не дают попробовать, найдутся те, кто дадут попробовать что-то другое. Я хочу сказать, что Игорь Панкратов – полковник полиции, всё-таки, начал ещё и как полковник милиции, конечно. Человек, который 20 лет громил банды, боролся с организованной преступностью. И, кстати говоря, БАПКО в общественной палате Кировской области в нескольких комиссиях. Одна занимается молодёжкой, другая, между прочим, занимается безопасностью. Прервёмся на полторы минуты. И вот здесь я попытаюсь какие-то параллели тогда в таком случае провести, потому что не зря же вы и молодёжкой решили заняться, и с другой стороны безопасность. Да, это действительно особое мнение, высказывает его сегодня Игорь Панкратов, новичок у нас в нашей программе, в программе «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занькова, новичок в программе «Особое мнение». А вот что касается того, чтобы банды громить и рассуждать о бандитизме, и о замене смыслов, мы с молодёжкой тут связываем, да, в параллели. Если молодёж не предлагает что-то хорошее, не предложит что-то плохое. Вот здесь он не новичок, потому что Игорь Владимирович полковник полиции, человек, который работал 20 лет с тем, что занимался борьбой с организованной преступностью. Давайте буквально пару фраз. Игорь, надо сказать, что вы всё-таки в Кирове жили до того момента, как уехали в другие регионы, и в Перми, и в Самару, и в Саранск. Да? Чуть-чуть из биографии, буквально пару строк. Что вы заканчивали, как вы в полицию попали? Я учился в 28-й школе, с 1-го по 10-й класс. После 10-го класса объявили, что в школы милиции принимают не после армии, а можно со школьной скамьи. И вот я поступил в Пермский факультет юридического института НВД России в городе Перми. И там отучился 4 года. Но там так получилось, что родители переехали в Нижний Новгород. Да, это ещё один город. Да? Да, переехали в Нижний Новгород, и мне пришлось ехать туда. Да, и вот там, где после школьной скамьи попал в Болговятское региональное управление по борьбе с оргпреступностью, где занимался борьбой с бандитизмом и лидерами уголовно-преступной среды. Ну и потом так сложилась судьба, что я там отработал 9 лет. Потом в связи с осложнениями оперативной обстановки в городе Саранске, там начались криминальные войны. Меня направили туда, я там отработал 9 лет, а потом уже вот ушёл в отставку и работал в Самаре в контрольном департаменте. И потом переехал сюда, и город для меня родной. У меня родом отсюда жена, старшая дочь, то есть друзья. То есть город для меня представляет очень, ну, такой и ценность, и душевность. Ну смотрите, что касается 90-х, мы с вами об этом говорили, когда о молодёжи говорили. 90-е годы действительно разгул преступности, бандитизм, вот эти самые банды, организованная преступность. И отклики этих историй мы слышим прямо вот и сейчас. Вот буквально несколько лет назад только был посажен самый серьёзный и большой авторитет 90-х годов по кличке Прокоп. Наверняка ведь и разнакомились с этой историей. И до сих пор, до сих пор раскручиваются вот эти банды 90-х, впоследствии это люди, которые жили, уже вроде занимались бизнесом каким-то и ещё чем-то. Но в то же время, в последнее время я стала замечать, простите за тавтологию, замечать, что снова и снова возникают материалы о том, что в связи с тем, что благосостояние населения падает, неустойчивая какая-то социальная обстановка, политическая, прессинг какой-то, снова стали организовываться какие-то молодёжные небольшие группировки, банды. Может быть это просто какие-то вкрапления и это всегда существовало? Или у нас снова какая-то ситуация такая напряжённая возникает? Организованная преступность это одна из самых опасных видов преступлений, потому что это профессиональные преступники, которые выбрали именно образ жизни и их совершение преступлений. И она всегда появляется, она же вот когда в первую очередь, когда столкнулись с ним тогда Советский Союз, это 80-е годы, когда власть начала слабеть, появились новые виды вот этих преступлений, власть не могла регулировать какие-то вопросы, на их место всегда приходят вот эти профессиональные преступники. И вот именно в тот момент тогда вот с колёс создавали это подразделение по борьбе с оргпреступностью, потому что это совершенно новый вид преступлений, ими общие традиционными метами бороться с ним нельзя. Потом в какой-то момент, вот сейчас у нас на 2008 году было принято решение, что эти подразделения нужны, ну, вроде сказали, что нет оргпреступности, и поэтому всё это реорганизовали. А сейчас на данный момент, да, то есть я много читаю, анализирую определённые документы, которые есть в разных субъектах, и вижу, что действительно начинаются вот эти процессы, которые предпосылки в возрождение вот этой организованной преступности, но только уже в более сложном виде, не в том виде, в котором она была в 80-е, с этой мы научились бороться. А сейчас совершенно другой вид этой преступности. Он, начиная от нападений, там, разбойных дальнобойщиков, да, а второй момент, это вот эта связь коррумпированной чиновников и преступников, и, самое что печально, и правоохранителей, и она даёт такой сегмент, с которым надо целенаправленно заниматься, а на настоящий момент, ну, то есть нету вот этого целевого подразделения, которым бы этим занималось. И самое, что печально, именно в эти группировки попадает и в том числе и молодёжь, и попадает она не на ведущие роли, где человек полностью с деньгами, с властью, а попадает именно как пушечное мясо, которое кидают на самые виды таких преступлений, где-то, может, и уголовных, и экономических, и человек или попадает в тюрьму, и там проводит продолжительное время, а за преступность всегда дают с этим колесоезущим, признакам очень много, или, не дай бог, он, конечно, погибает. И за моей практике было очень много таких молодых людей, которые оставили свою жизнь вот на асфальте у своего дома. Они туда зачем идут, молодые люди? А это люди из неблагополучных семей, которые вот, это единственный способ выжить, или такие организованные преступные группировки, о которых вы сейчас говорите, да, срощенные из власти имущих, большого бизнеса и контрольных органов, они видят это как определенный, там, как мы говорим, там, лифт, да, профессиональный рост, потому что если тебя призывают, ты знаешь, что там есть вот этот человек, вот этот, вот этот, но тебя же не оставят, но ты, может быть, можешь продвинуться через эту историю, вы что не думаете? В том-то и дело, что здесь на данный момент, и на прошлые годы, когда мы занимались, нету определенного рецепта, что вот это только так, все по-другому не понятно. У каждого своя судьба есть. Кто-то попадает действительно из-за того, что ему просто надо что-то кушать. А он занимается спортом, он сильный, где-то может быть умный, если мы берем какие-то новые виды преступлений, там, связанные с компьютерными технологиями, с мошенничествами, а кто-то так самоутверждается, ну, то есть, это разные виды, и поэтому я и говорю о том, что этими видами надо, ну, преступлений целенаправленно заниматься. И заниматься не только вот это одно должно подразделение, но да, оно уже такими основными позициями в этой группе, и заниматься вот именно молодежи, которая попадает именно туда. Сейчас именно такое время, когда у нас возникают определенные сложности, определенные конфликты, есть определенное падение достатка нашего населения, конфликты существуют. Я вот, ну, если даже так статистику посмотреть, большое количество, то есть, есть поджоги увеличились, да, увеличились совершения, связанные с то, что за преступление с наркотиками. То есть, есть увеличение количества совершений мошенничеств. Это одно из, как и новые виды преступлений, когда обманывают, там, бабушек, дедушек и другие какие-то, ну, виды преступления. И в то же время поджоги. Это когда люди зачастую решают свои коммерческие вопросы за счет поджога от такого достроения. И этими вопросами надо заниматься и вот в общественной палате. То есть, мы, в эту я в комиссию схожу, и я надеюсь, что мы будем более глубоко входить в эти вопросы и давать какие-то советы, рекомендации. Да, а то у нас, знаете, как дома горят в центре города, а никто не виноват. Все случайно, а потом, бац, и новое здание. Но интересантов нет. Это опасная дорожка, Игорь Владимирович. Вы себе недоброжелатель и таким образом завоеваете, не боитесь? Я уж, чтобы боялся с ней. Ясно. Ну, вот я просто специально хотела, значит, еще раз хотела подчеркнуть, это вот если человек, который там 20 лет группировки громил, считает, что нужно заниматься обязательно параллельно не только безопасностью, но и молодежной политикой, то стоит додуматься, конечно. Но у нас остается буквально 3 минуты, и еще одна история, тоже связанная с общественной вашей деятельностью, это рабочая группа по контролю за строительством и ремонтом дорог. Она сейчас формируется, она объявила, что она продолжает свою жизнь, и вы туда подали заявление. Зачем? Я вообще считаю, что печатных денег всегда не хватает. Надо те деньги, которые выделяются, надо их обязательно контролировать. Самое большое количество денег выделяется у нас сейчас на дороге. Контроль может быть как внутренний, со стороны самих чиновников, как внешний, это надзорные органы. И самое, мне думается, сейчас на данный момент мощное оружие, это общественный контроль, потому что мы не связаны никакими сильными какими-то узами. То есть у нас есть огромное поле информационное, у нас есть определенные возможности направления запросов. Сейчас совершенно другая обстановка, именно общественность выходит на одну из первых ролей. И оно заставляет и чиновников, и власть придержащих находиться в определенном тонусе и слушать, как говорит наш президент, что если вы не будете разговаривать в кабинетах, будете разговаривать на улице. Поэтому я и вошел в эту комиссию, потому что, ну, вошел я, подал заявление, еще у нас не было ни первого заседания. Я надеюсь, что мой опыт поможет разобраться в многих моментах и предупредить, предупредить, чтобы те деньги, которые выделяются, чтобы они были потрачены именно на то, на что должны потрачены. Я думаю, что мы этим вопросом не только дорожными будем заниматься, а всеми теми, которые в настоящий момент интересуют город. И я не соглашусь, когда говорят, что общественная палата это такой декоративный орган. То есть даже то, что сейчас общественная палата, какую позицию заняла по русской реформе, по другим направлениям, по парковкам, я думаю, что это довольно-таки сильный и весомый орган, который может отстоять позицию тех людей, которых он представляет. В первую очередь жители Кирова и Кировской области. А связи еще остались по прежним местам службы? Не, ну, конечно, потому что те годы, которые я провел в правоохранительных органах, они всегда были связаны с такими большими эмоциями. И они такие крепкие. И мы до сих пор продолжаем поддерживать хорошие, добрые отношения. Я так подозреваю, что не просто хорошие, добрые отношения на корпоративах перед Новым годом, лесточка. Потому что если вы входите сейчас в комиссию по контролю за строительством и ремонтом дорог, то контроль подразумевает некую информацию. Информация это... да, без информации мы никак не можем... Я не прошу вас свои источники сейчас раскрыть, но связи остались. Вы понимаете, как с этим работать? Есть связи. У нас сейчас самое главное понять. То есть огромное количество информации, больше 80% находится в открытом постепи. Она открытая, совершенно верно. Ее надо просто уметь взять, проанализировать. Очень тяжело сейчас, я думаю, некоторым чиновникам, которые себя иногда неправильно ведут, очень тяжело сейчас работать. Не могут никак осознать. Да, то есть сейчас совершенно другое время. Все, что каждый день может произойти все, что угодно. И надо людей слушать. Можно с людьми договориться на любую тему. Главное им объяснить то, что вы хотите сделать. Если человек понимает, за что он платит, если он понимает, что делается. А не так. А у нас часто бывает, что один чиновник сидит в кабинете, решил, забор будет зеленый. Ну, то есть никого не спросят, сделали зеленый забор, мы входим в конфликт. И таких это я минимально скажу. Самый простой. Если мы будем совещаться с населением и с народом, то есть проблем у нас будет меньше. Мы для этого и пошли в общественную палату. Игорь Панкратов, член общественной палаты Кировской области нынешнего созыва. Светлана Занько, член общественной палаты Кировской области нынешнего созыва. Спасибо, что пришли к нам в гости. Сейчас через 15 минут кулинарное заседание нашей палаты. Нам надо стартовать. Благодарим наших слушателей за внимание и прощаемся. До свидания.